Примеры, которые приводятся в этих уроках по закону Ньютона, они должны быть адаптированы тоже под израильские реакции. То есть просто Порш не всем понятен. Мы же хотим, чтобы все дети более-менее понимали. Вот пример Порш, который разгоняется не всем понятен. Это можно, эта тема есть, но я был бы осторожен. Хан – гениальный преподаватель, чтобы не началось народное творчество. Оно будет в 90% случаев хуже, чем он. Может быть. А может быть, наоборот, лучше. Нет, нет. Все хорошо. Если есть гениальный человек, то в 90% случаев будет хуже. А он гениальный. Надо признать, что он гениальный преподаватель. Я как бы несколько слов. Кратко, емко и эмоционально положительно. У него эти три качества соединены. А скажите, вот этот урок женщины вам больше всего понравился? Из тех, которые на русском языке. Да, она как бы говорит, вот я не нарисовала, вот я не могу, я плохо рисую эти линии. Она как бы от себя вела. Нельзя быть переводчиком, надо от себя говорить. Ну, вот видите, то есть вы пока подтверждаете мои слова. Нет. Подождите. Я к тому, что... Вот была студия Горького, да? По дублированию. И были поганые дубляжи и переводы перестроечного и послеперестроечного времени. Вы чувствуете разницу между ними? Вы любили смотреть? Я очень любил смотреть иностранные фильмы в советское время. В советские, ну да. В советские, да. В советские, да. В русские. Подождите, не уводите в сторону. Я вам говорю, это был профессиональный дубляж. Высочай... Не высокого. Высочайшего уровня. Достаточно высокого, да, я согласен. Не высокого, а самого высокого в мире уровня. В других странах такого дубляжа не было. Ну, я не знаю. Я в Америке смотрел иностранные фильмы, там просто как-то так, тяп-ляп делают. Вот это вот, чтобы актер от себя говорил, и ты верил, что это он говорит. Вот это то, что нужно. Чтобы тех дублировал, но вы не чувствовали, что это перевод. Он от себя говорит. Да. Но он не... Приносить свое можно, если сделать вот эту огромную массу. Он огромную массу Кант сделал. Гениальных уроков. Если сделать ее, потом, я согласен, можно делать вариант. И из них какие-то могут быть очень удачи. Ну, хорошо. Это не... Агри-теду-сагри. Да, давайте. Все. Счастливо. Спасибо. Все. Я прошу прощения. Значит, все. Если вы будете продолжать про триггеры... Ну, вот у меня... Вот это как раз... Просто когда мы продолжим просто, хотя бы понять, когда мы сможем... Я хотел бы с Александром... А, ну, в среду... О, вернее, во вторник, я извиняюсь. Во вторник. Хорошо. Я не понял. А что завтра будет? Завтра в 6 часов я занят. Ну, хотите завтра, позже, но я не знаю, останется ли у меня силой. А, вы хотите поговорить с Борисом? Понятно. У нас просто будет как обычно, во вторник. Во вторник. Хорошо. Хорошо. Ну, Александр, если захочет, сейчас я чуть-чуть про триггеры. Ааран, надо... Ааран, вы уже должны быть выключены минут 10. Хорошо. Пришлите мне завтра запись. Ну, если что-то будет. Ну, говорите с Аараном про триггеры. Не долго, да. Хорошо. Все, счастливо. Тогда я прощаюсь. Все, счастливо. Не, ну, Александр, вы... А, это вы Аарану говорите счастливо? Ну, да. Да, конечно. Я думал всем. Нет, нет, нет. Ох, короче. Потому что я в напряжении, если... Да. А то, что про... Подождите, а все-таки про Академию Хана. Я очень боюсь, у меня есть такое свойство, я немножко передам любую собеседнику. Я не увидел еще вашего места. Подключены вы к этому или наоборот? Так, известно. Место где? Извиняюсь, место где? Место собеседнику беседе. Подождите, я забыл свою фразу. Повторите мою фразу, я вам отвечу. Что я не видел ваше место. Я спросил вас... А, в разговоре, в отношении к теме Хана, я, как говорится, завалил вас своими восклицаниями и не смог почувствовать, где вы находитесь. А, понятно. Посмотрите, я в отношении Хана, то есть, ну, что, значит, за переводы обраться у меня не тот... Я не о вас лично, я говорю... А в отношении к тому, что если бы это произошло, скажем, при произнесении. Если бы прошло, то было бы здорово, потому что это нам очень здорово не мешает, нужно поднять, в общем-то, в Израиле, это сам уровень, уровень образования. Причем именно для средних. Вот. Потому что, например, вот мой сын, который вот это, специально вот это вот я, для него это уже как бы это самое, он скажет, что он получает больше в школе. Ну, все. А именно среднее. И, кстати, вот в этом отношении, то, что я потом предлагал, вот это вот самое в отношении триггеров, как и что, как и что их строить и так далее, это вот, по-моему, вот это должно быть соединено. Если все по дну к ребенку, ну, не будет работать. Мы знаем это хорошо. Ну, вот, поскольку я пропустил вашу беседу, вот скажите на конкретном. А вы не прослушали ее? Ну, я, скажем так, половину прослушал. Не, не мешай, поскольку как раз в конце там было интересно. Нет, я не веду вот в контексте разговора или урока физики, вы просто освежите в нашей памяти, если можно. А, хорошо. Кто заинтересован, у кого высокая мотивация понять этот закон? Ну, я вас слушаю. Вы рассматриваете вот это самое, то есть, как бы вот, скажем так, нас самих в детстве. Угу. Правильно, какие мы были. Но, в общем-то, какие мы были, ведь не все ж такие. Ну, я уже не помню, почему у меня конкретно закон Ньютона. Ну, как бы, после этого там шли интересные задачки. А, до этого мы же кинематику учили, да? И свободное падающее тело, мы знали, что оно движется с ускорением свободного падения. А вот более тонко, какие причины ускорения, не было. Но мне очень трудно, я не знаю. Вы можете таким-то экспронтом что-то сказать, но попробуйте. Эспронтом я, наверное, сейчас не смогу, мне надо будет сейчас как раз кафедру подготовиться, но, по-видимому, нужно будет залезть именно вот, именно вопрос, а почему это, то есть, там очень хорошо показано, как вот исторически, так сказать, как думали, как бы вы думали вообще на этом месте, ну, подниматься вот таким вот образом. В диалоге с детьми. Это меньше подходит к этому формату? Меньше подходит, но, одну минуту, а мы, мы хотим для это самое, это уроки для элиты, но в какой-то степени да. То есть, не самые-самые элиты, но вот на один уровень меньше, а как быть с остальными? Подождите, ну, вот эти видеоуроки, они как раз для всех, они вроде бы хорошо работают. А вот у меня вот вопрос, вот для всех, вот для всех ли? Ну, 100 миллионов там подписались на него. Понимаете, в чем дело? Так, хорошо, а сколько всего? Во-первых, сколько из этих, из этих 60 миллионов, сколько из них действительно хорошо воспринимают, они просто кликнули, это раз, а во-вторых, какой процент из 60 миллионов составляет от всех? Мы же не знаем этого. Ну, хорошо. Понимаете, то есть тут это, да, это замечательно все, и я говорю, если мы были бы, вот там вот, нам бы лично давали бы в свое время из уроки, это было бы замечательно. Ну, а для всех людей, дальше это самое, дальше еще особенности, а как, кто, кто как воспринимает, говорит, отказал, почему вот там вот эти три триггера, там же вторая часть, о которой я говорил, вы бы даже до конца, то есть там, во-первых, одна часть, это именно как триггеры, а вторая, какой у людей психологический кофе, и как они, как они вообще воспринимают в этом плане вообще, как им подавать, особенно ученикам. Я понял. Я уже понял одно, это продолжение беседы, в которой Аарон был активным участником, и, видимо, это надо будет сделать с его участником. Вот, потому что говорил, что, ведь, понимаете, в чем дело, в Израиле как раз одна из проблем не в том, что тут не хватает этой самой элиты, точнее, это одна из проблем, но это не самое главное, в том, что у нас средний уровень не очень высокий. Ну, средний уровень низкий, мы уже поняли, это уже второе или третье поколение людей, которые учились у посредственных учителей, которыми отбили любовь к учебе, и уже часть из них даже становится учителем. Ну, да. То есть, это по дороге с локтикости вниз уже прокатилось очень глубоко, и Академия Хана, она вытягивает, потому что она дает ребенку вот это ощущение, что я продвинулся, да, я понял, вот это положительное ощущение, что я, вот это учитель, который с удовольствием рассказывает, ведь у него очень теплая интонация была, он рассказывает сложные вещи простым языком, просто, емко и тепло. И дальше ученик, если сделал и справился с заданиями, средний ребенок будет хорошо себя чувствовать, мне кажется. Там дети очень счастливые рассказывают, как Академия Хана изменила интуисть. Ну, я очень-очень рад, то есть, это вот, то, что я предлагал, то есть, с одной стороны, вот это вот, это триггеры, а с другой стороны, вот именно строить психологические профили учеников, причем это, в этом случае, как раз было довольно просто строить, потому что достаточно просто дать опросник и все, и, в общем, на этой основе построить. И что, делать сплассы под группой или как? Или делать разные сплассы? Да, для каждого, для каждого специфика, да, 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 для каждого это самое, делать специфически. Вот, подождите, вот, что, что вы имеете в виду? Вот, у учителя есть 30 учеников, надо, чтобы у него в классе ученики сидели с одним и тем же профилем? Или? Нет, прошу прощения, прошу прощения, ситуация как раз прямо противоположная. Вы же сказали, что они, что эти задания будут именно по компетенту. Вы говорите про Академию Хана или вы говорите про обычный урок? Потому что тут в Академии Хана нет интеракции. То есть там есть задание, но нет диалога во время обещания. Одну минуту, если мы будем строить на основе Академии Хана, вот, то, грубо говоря, я считаю, что для каждого, для каждой подгруппы, каждого должен быть свой определенный урок. А, о, это прекрасная идея. Это прекрасная идея сделать несколько вариантов уроков. И с этим можно большое педагогическое исследование даже делать. Сделать тест и убедиться, вот эти уроки. А, и случайно оттестировать детей, потом случайно сбросить уроки, как это, рандом, как это в медицине, ой, какое-то выражение, рандомизировать эксперимент, да, все-все-все-все-все. И смотреть, как дети воспринимали уроки и увидеть, действительно, соответствовали этот тестам. А потом уже в другой группе дать на основании тестирования уроки и убедиться, что... Ну да, до какой степени... Значит, то, что вы предлагаете, если конкретную форму перевести, ну, вот это уже для вас вызов, да? Взять первый закон Ньютона или еще какой-то урок, который вам нравится, и сделать его в нескольких вариантов. Ну, хорошо. По-видимому, это будет не на иврите, не знаю, там, или по-английски, или по-русски. Ну, на том языке, на котором вам легче. Мне кажется, первый вариант всегда надо делать на том языке. А, подождите, иврит у вас немножко... Ну, не настолько хороший, чтобы так вот давать. Хотя, в общем, ну, наверное, базовые вещи могу сказать, но потом все... Все нюансы, все это для каждого именно вот подладить, это, наверное, все-таки... Лучше по-английски, лучше начать, действительно, на английском. Очень интересно. Александр, вы подумайте, какую школьную... Есть же еще один такой. У многих людей есть какой-то конек. Мы все учились в школе или потом думали в институте. Да. Вот я думаю, что вот к этой теме я нашел хороший подход, как я объясню. Вот у меня, могу похвастаться, есть урок, как правильно строить график параболы в квадратичной функции в общем виде. И там было 60 тысяч просмотров в основном России. Ну, да. Может, у вас есть конек... А это, кстати, еще одно. Если у вас есть конек, какая-то школьная тема, которую вы любите объяснять... Знаете что, я в принципе, наверное, есть. То есть, я подумаю, какая сейчас, потому что в школе немножко уже это самое. Да. Только давно было. Да. Согласитесь, это очень давно. Доучился в школе. Да, ну, может, вам приходилось детям что-то объяснить. В институте что-то. Да. Хорошо, здорово, здорово. Ну, все, тогда будем на связи. Будем на связи. Завтра, смотрите, завтра я вам... Да. Продолжение следует...